Здравствуйте, меня зовут Петр Кузнецов, это официальный канал Руцентр и наша рубрика персонов, в которой мы рассказываем о людях, определяющих успех. Успех свой личный, успех своей команды и своей компании. Мы рассказываем о людях, чьи личные качества, взгляды и, конечно, характер влияют на результат или, наоборот, мешают в его достижении. Мы рассказываем о людях в бизнесе. Александр Кулев, независимый директор по электронной коммерции, бизнес-консультант. Был диджитал-директором Крокс. Долгое время работал в таких международных компаниях, как Левайс и Лухта Фэшн Групп. Александр, приветствую. Наша рубрика «Персона» — это значит, что все те, кто имеет отношение к рубрике «Персона», считают тебя успешным, поэтому ты здесь с нами. Ты себя считаешь успешным человеком? Да, вполне. Ну, на самом деле, сейчас успех таким каким-то становится общим местом для многих, особенно каких-то инстаграмных гуру, супер-блогеров. И получается, что успех, он может быть разным. И, наверное, самое важное, что удается даже с возрастом сохранить новизну ощущений и вот такое ощущение радости и открытия каких-то новых историй, как в личном плане, так и в бизнесе. То есть это вкупе идет, да? Да, да. Успех я как раз хотел уточнить. То есть ты успешный человек или ты успешен в профессии, или и то, и другое? И что, чего раскручивает? Что начинает этот маховик раскручивать? Тут даже сложно как-то так однозначно ответить. На самом деле я работу не совсем отделяю от жизни, от личной, потому что, да, вот я долгое время работал в американской компании, и там вообще история такая, что вот этот work-life balance должен быть обязательно соблюден. То есть вплоть до того, что там выключается возможность отправки имейлов после рабочих часов и так далее. Я думаю, что тут, опять же, история такая, гармония должна быть. Я знаю людей, которые супер успешные, супер богатые, но внутри пустота. Но вот это не мой вариант. Да, этому у нас еще сериал «Богатый тоже плачет научил», я помню, был такой, да. А потом это стало уже нарицательным, такой историей. Ты сказал, что ты не отличаешь... Ну, на сегодняшний день, закрывая эту историю гармонии, ты гармоничен абсолютно, да, полноценен и ты доволен собой. Я стремлюсь к этому, это такой путь. Вот, вряд ли там есть какая-то финальная точка, когда ты можешь сказать себе, что все, прям вообще все окей. У тебя есть этот потолок, который ты себе задал, и ты к нему идешь? Или это путь в никуда, если... Ну, это просто... С такой целью жить. Да, это такой немножко, это история такая, как это самурайская. У самурая, да. Ты не самурай. Есть путь. Нет, наоборот. Вот он такой, ну, достаточно бесконечный. Нет какого-то цели, когда ты скажешь, все, я там, не знаю, на сто процентов гармоничен. И, то есть, это такой, ну, достаточно интересный процесс, когда трансформируешь себя, трансформируешь какой-то... Стараешься влиять на окружающих и на работу. Мы начали с визитки официальной. Там перечислены, ну, не все, ну, все-таки основные твои должности на сегодняшний день, знаковые, как нам показалось в твоей карьере. Чем бы ты дополнил эту официальную визитку, учитывая то, что ты сказал, что не отличаешь особо, не разделяешь жизнь и работу? Человек, который не потерял способность учиться и не потерял способность удивляться чему-то новому, потому что, наверное, я поэтому в электронной торговле и оказался в результате маркетинга. Именно потому что электронная торговля сейчас, ну, один из самых, наверное, инновационных пластов, так скажем, ритейла в целом. Технологически очень сильно идет рост, появляются новые возможности для заработка именно производителей товаров, появляются различные интересные сейчас, ну, вот, различные истории с искусственным интеллектом, которые способствуют росту продуктивности труда. То есть то, что раньше там, вот у меня в отделе коллеги делали там карточки товара, придумывали описание, делали это, писали все сами, то сейчас уже даже в некоторых маркетплейсах, например, эти карточки товара можно создавать с помощью искусственного интеллекта. Если на карточках товара там написание уходило, ну, до получаса, да, там иногда работы контент-менеджера, то сейчас это, ну, буквально 3-5 минут. Скажи, пожалуйста, вот при всем этом многообразии, разнообразности вот этого мира нового, а кто выиграет конкуренцию, кто становится номером один, кто будет номером один? Ой, так это как, немножко сложновато так ответить, да, потому что... Видимо, нет этого рецепта еще. То есть те технологические прорывы, которые у нас были, да, там, ну, в плане того же там социальных сетей и так далее, то есть они, по сути дела, уже свой цикл развития, ну, практически завершили, то есть они уже на таком платое находятся. Чего-то нового сейчас, ну, вот, ну, кроме прорыва вот этого генеративного искусственного интеллекта, который помогает рисовать, помогает писать, ну, пока, честно говоря, особо ничего нет. Ну, возвращаясь к своему любимому ритейлу, то тут будет, скорее, не будет единого победителя, да, то есть все-таки на самом деле онлайн и оффлайн они переплетутся и найдут какие-то сильные стороны друг друга, научатся, наконец-то, их использовать, и все дружно поедут дальше, как это удобно конечному потребителю, прежде всего, а не как удобно, например, какому-то производителю, вот, либо поставщику, либо бренду. Давай вернемся еще в твое детство. Тогда, конечно, ты не знал, что такое электронная коммерция, да, надо полагать. А кем ты мечтал стать в детстве? Я вообще мечтал стать военным. Совсем не рядом. Да, ну, я школу заканчивал в 95-м году, ну, то есть первый компьютер у меня там появился, условно, там, в восьмом классе, по-моему, вот, то есть это все начиналось при мне, там первые сотовые телефоны, пейджеры, соответственно, Озон, книги мы там покупали. Первая моя работа была работа продавцом-консультантом в очень большой компании, фэшн-компания, это Левис, собственно говоря. И очень интересная история, как я, значит, электронной почты-то не было, значит, история этого устройства была такая. Покупаешь газету, работа для вас, значит, там было объявление. Да, я помню такие. Да, отец у меня преподаватель, я у него, значит, беру печатную машинку, вот, на этой печатной машинке набираю, значит, резюме. Я там, Кулев Александр Валерьевич, закончил школу два месяца назад. Вот, и все это запечатываю в конверт и на почту несу и отправляю. И что ты думаешь, через неделю или через две дома раздается звонок? Сотовых нет, вот, почта работает. Телефон в коридоре. Да, да. С диском красный. Ну, нет, телефон нормальный был, хороший уже в то время. Раздается звонок и говорят мне, мы хотим вас пригласить на работу, вот, давайте приходить на собеседование. Я, как сейчас помню, я пришел в костюме, как с выпускного, на это собеседование. Там эти мужики сидят в левесе, понимаешь, бородатые. Вот. В общем, они поржали надо мной, но на работу меня взяли. Я очень долго работал, и как раз вот с одним из людей, который меня брал на работу, мы дружим с семьями до сих пор, то есть уже больше, сколько, 30 лет почти. Какая дивная история. Да. Не знаю, такие элементы фильма «Курьер» еще даже какие-то проскользнули. Вот. В общем, вот так было первое трудоустройство. Слушай, и дальше как ты из консультанта? Что, как? Розница мне очень понравилась. Ну, во-первых, это были живые деньги, деньги неплохие в то время. Получали мы что-то там в районе 300 долларов в 96-м году. Вот. Розница стала развиваться, то есть дошел до администратора, потом долгое время, ну, уже в другой компании работал в офисе, как… Менеджер сейчас называется, наверное. Ну, как кустовой директор, господи, кустовой дурацкое слово. Сейчас я вспомню, как это поприличнее. Ну, как региональный директор, да, по ряду магазинов. Потом в рознице был вообще, на самом деле, прикольно. Я до сих пор розницу безумно обожаю. Такую вот оффлайновую и физическую. То есть мне очень нравится вообще походить по магазинам, то есть я вот с удовольствием какой-нибудь там торговый центр посетить, посмотреть вообще, что происходит. Опять же, я говорю, это был такой год классный. То есть у меня клиенты были постоянно, там, Федор Бондарчук с женой приходили. Вот. Тогда же магазинов-то мало было таких хороших. Это вот в Levi's. Да, да, да. Вот. И были постоянные клиенты, были знаменитости. Пелевин у меня лежит книжка, подписанная им, когда еще он не скрывался. Так, он существует, да, все-таки? Ну, тогда да. Вот. Причем я-то его, ну, в лицо-то не знал. А девчонки прибегают из смены. Смотри, смотри, это Пелевин. Мы бегом, значит, покупать эти книги, а мы работали там, ну, недалеко от книжного магазина. Ага, чтобы писать успех. Да, и к нему подожди, давай подпиши нам книжки. Вот, это же прикольно. И розница классная история, потому что я вот вообще считаю, что за год, за два можешь переобщаться с кучей народа, набрать такой классный опыт по коммуникациям. И вот, мне кажется, что из бывших продавцов вырастают такие самые матерые продажники. Слушай, и, кстати, я смотрю твою биографию, фэшн тебя не особо отпустила, индустрия, да? Еще потом, дальше Крокс был, потом, я не знаю, в каком порядке Лухта. Да, ну, Крокс это, ну, самое предпоследнее место работы, можно сказать, самое долгое, все семь лет. И знаешь, если тебя набирать, то сразу же Александр Кулев, там сразу Крокс будет. Ну, все семь лет, семь лет, да, компании отдали. Ну, тут, конечно, если бы не эти события, то продолжали бы работать, потому что огромный бизнес, классный бизнес. Там у нас сайт, это, ну, наверное, самое классное достижение, то, что у нас сайт был наш, российский, на третьем месте по выручке среди сайтов европейских всех. Это прям, ну, это классно. То есть нас обгоняла Великобритания, нас обгоняла Германия, ну, значительно. И мы были на третьем месте, мы там всех уделали, Францию, в общем, всех остальных. Ты говоришь, что мы обогнали, мы сделали там, да, мы добились. Ты не разделяешь свои личные профессиональные успехи с успехом своей команды и компании? Получается история такая, что у меня вообще есть принцип, то есть два плюс, вернее, как один плюс один равно четыре. То есть разные есть методы управления, да, там кто-то говорит, там, не знаю, дайте мне проект, я под него соберу там любую команду, и мы вообще все классно сделаем. А есть наоборот. В Америке они говорят, что у нас классная команда, и мы этой командой можем сделать любой проект. Вообще там абсолютно любой стартап, там еще и так далее. Вот, и мне вот этот второй принцип нравится гораздо больше. То есть классная команда, она синергетически себя масштабирует и увеличивает КПД во много раз. Команда должна быть такой взрослой, но не в плане взрослой, не в плане возраста, да, а в плане такой, как мейчур, то есть такой взрослости, да, насмотренности. И когда у тебя условно там 6-7 таких классных управленцев, камов, которые там в некоторых вещах разбираются получше тебя, и под них уже можно набирать людей, соответственно, исполнителей. Когда ты говоришь, моя команда, ты имеешь в виду всех тех, кто сейчас с тобой, вот непосредственно работает здесь и сейчас в этом месте. Или это понятие выходит за рамки офиса, потому что моей командой можно и семью назвать, потому что это главная поддержка, опора. Команда это все-таки такая, это управленческая история. И вот, понятно дело, что там близкими не очень хочется манипулировать и управлять, и хочется любить, вот. И поэтому здесь такой у меня разделитель есть, вот, между семьей и как раз между близким кругом и кругом рабочим. Ты военным хотел стать, сказал, но вот эта вот любовь к военному, она где-то проявлялась потом к тому, что какой-то руководитель строгий, как ты себя оцениваешь, может быть, по отзывам подопечных составилась картина со стороны. Есть военность, вот эта военность присутствует в тебе как в руководителе? Не, ну, Снержин есть определенно, то есть, там вот вся эта бирюзовая история, это, наверное, не про меня, вот. Но если там брать по шкале, там, не знаю, бирюзовую историю красный руководитель, ну, знает, что это красный руководитель, такой прям авторитарный чувак. Ну, вот, все-таки хочется верить, что я где-то посередине, вот, потому что, конечно, какие-то моменты требуют прям очень жесткого авторитарного руководства, особенно в 20-м году этому проявилось наиболее сильно, потому что все менялось мгновенно. Тут оказалось, что единственный работающий канал — это интернет-магазин и маркетплейсы, и как-то с этим нужно это вывозить, плюс еще операционка катастрофическая стала, то есть, ну, чтобы ты понимал, что у нас в 20-м году происходило. Мы за май 20-го года отгрузили столько же заказов, количество физических коробочек, вот, с кроксиками, сколько за весь 18-й год. О-о-о. Вот, вот такой прикол, да. Там не было места демократии, вот, там нужно было прям очень, очень думать быстро, принимать решения еще быстрее и все-таки стараться отгружать. Тебя, пришедший вот этот новый мир, ну, в 20-м году, лично тебя как-то изменил? Заметил ты, что вот, да, тогда был я один, вот, после 20-го мы все изменились, да, говорят, пришел. Совсем новая реальность. Понятно, что у нас в России, там, с периодичностью, там, раз в 7 лет что-то случается. Это хорошо, к этому мы уже привыкли. Конечно, вот эта пандемийная история, она, ну, я считаю, что она сильно вообще выбила многих людей, вот, и скажу, что, наверное, меня тоже. Была у меня целая программа, как мы справляемся со стрессом в компании, то есть начиная от игры в шахматы по Тимсу, ну, это приложение для видеозвонков, там, заканчивая какими-то там пятничными вечеринками с просеккой, вот. Ну, потому что народ выгорал страшно, то есть в таком режиме, вот. Ну, и, в принципе, то есть хоть как-то это помогало отвлечься, вот. Ты в своей визитке на оптимизейшне указываешь. В своей работе всегда фокусируясь на базовых коммерческих факторах и PL. P&L. P&L, ну, это Profit and Loss, отчет. Без воды и затрат на модные фишки. Конец цитаты. То есть, если проще, то ты просто стараешься работать честно. Ну, смотри, история какая. То есть в e-commerce на самом деле есть несколько категорий руководителей. Есть, например, там, бывшие маркетологи, которые там классно там в маркетинге, но там нужно вот, чтобы все было красивенько, вот. Там какие-то появляются странные вещи на сайтах, которые денег не приносят, ресурсы жрут, загрузка сайта становится долгой и так далее. Это прям одна фишка. Есть технари, да, например, которые, там, мы за, там, микросервисную архитектуру, мы за какой-то там перфекционизм, давайте еще ввалим, там, 20-30 миллионов в наш сайт, потому что он, наверное, вот сделал мне на последнем стейке технологии и все такое. А то, что сайт этот ни хрена не продает, ну, это уже такой вопрос другой, вот. И есть категория третья, она, наверное, пока еще не очень многочисленная. Это вот люди, которые выросли из коммерции, но которые, в принципе, неплохо разбираются и в технологиях, и в маркетинге. Вот, себя я отношу к этой категории людей. И как раз тут вот история начинается, когда в условиях ограниченных ресурсов тебе нужно максимизировать свою выручку, свою прибыль, соответственно. Но есть в и-коммерсе такая история, что постоянно возникают какие-то хайповые вещи, вот. То есть этот тренд, он зарождается, люди его подхватывают, начинают использовать, потом разочаровываются в нем, ну, или наоборот. Неправильно используют еще истинные. Да, ну, либо это становится уже как, насколько стандартом рынка, что, в принципе, все это начинают использовать. Так вот, идея в чем? То есть, когда вот этот тренд начинается, не надо в него заходить. Вот, потому что это может оказаться абсолютной пустышкой, либо это может через 2-3 года трансформироваться совершенно в какую-то другую историю. И через 2-3 года, да, ну, через 2 года, например, когда вот этот тренд, если он пошел наверх, и мы видим, что, да, окей, это уже хорошая устоявшаяся технология, ее используют многие ритейлеры, например, либо многие производители. И мы, говорят, тогда приходим и говорим, все, окей, мы это внедряем. Вот. И тогда это уже приносит определенный доход. Вот мне в неделю 2-3 раза обязательно кто-то звонит, либо пишет, что мы хотим вам показать какое-то супертехнологическое решение, которое, там, приведет к буму продаж у вас, там, или у ваших клиентов. И, соответственно, ну, конечно, 99%, ну, это полная дичь, оказывается, вот, которая никому нахрен не нужна, вот, и отсловывают совсем. Опять же, когда, ну, я преподаю иногда, я студентам говорю, знаете, самый лучший, там, CGM, ну, Customer, Johnny Map, возьмите просто и купите у себя что-нибудь в магазине, вот. Особенно на этом валятся какие-нибудь молодые предприниматели, у которых, там, классный, там, какой-нибудь одежный бренд, вот. А зачем мне покупать? А зачем я буду покупать у себя? Я вон, там, Васе, Пете скажу, они мне сейчас все со склада принесут. Вот. Вот. И тоже была интересная история, то есть, клиент купил у себя изделие на сайте. Да, просто что ты этим проверяешь, пытаюсь понять? Как это все работает? Ну, да, потому что... Доставка? Да, конечно, у собственников, у руководителей высшего звена, они зачастую такая есть определенная зашоренность, они просто не знают, то есть, им нет нужды, как заказывать у себя. Вот. И это ведет к большому провалу. И как раз вот он выкупал у себя изделие на сайте, и он просто мне звонит в шоке, говорит, Саша, я, говорит, представить не мог, я, говорит, насчитал, говорит, 47 точек, которые мне нужно улучшить в моем интернет-магазине, потому что я заказал у себя два изделия. А, на примере одного заказа. Да, а оказывается, это неудобно, оказывается, вот здесь тоже неудобно, а оказывается, у нас все не так гладко, ну, человек просто сделал, ну, это владелец такого достаточно крупного бизнеса, вот. И вот эта история такая, очень интересная, то есть нет смысла инвестировать в какие-то фишечки, если у тебя, условно, там, заказы оформить нельзя. Саш, но одно дело все-таки решать бизнес-задачи в супер раскрученном бренде, да, там, Levi's, Crocs и так далее. Но другое, в только что начинающемся или готовящемся выйти на рынок. Ну, у тебя был такой вот конкретный опыт? Да, у меня был опыт консультаций, и я, в принципе, до сих пор это... Ну, то же самое, да, консультация, это, в принципе, можно приравнять, да? Ну, коучинг, да, вот. То есть до сих пор мы общаемся с одним одежным брендом, как раз такой стрит-вир направление. Вот, небольшой бренд совершенно. Ну, понятное дело, что сила бренда есть. Ну, вот я хочу выяснить, прежде всего, в бюджетах, прежде всего, в масштабе бизнеса. Ну, и, наверное, самая большая разница — это в масштабе компании, то есть в мыслительных каких-то процессах. Потому что, например, вот в крупных компаниях бюджетирование и прогнозирование идет циклами 5-5 лет. То есть сейчас мы вот начинаем планировать до 27-го года, там, до 28-го все. А в маленьких компаниях они живут вот такими итерациями, что, окей, мы сейчас что-то придумали коллекцию, мы ее отшили, наверное, она там продастся через полгода. Ой, а тут нам же еще нужно еще одну коллекцию делать. Ну, в общем, я говорю, а сядьте, напишите, что там, куда мы хотим вообще попасть через 5 лет. Не, ну что, через 5 лет, не знаю. Я, может, на базе в продуши. Ну, завтра мы знаем, что будет. Да, мы все ничего не знаем. Ну, и тут начинается как раз вот эта история, что как раз тот опыт, который в больших компаниях был, каким-то образом адаптировать и внедрить как best practice у небольшого бренда. Ну, в любом случае, это помогает им. Ну, вот, прежде всего, разобраться, то есть, в себе и наметить как раз вот тот стратегический путь из точки А в точку Б, куда они хотят прийти, и сделать какой-то road map, что нужно сделать для того, чтобы нам прийти к этому результату. Саш, можешь вспомнить какой-то самый из последнего, не обязательно из последнего, неважно, в общем, кейс, который тебе запомнился, к тебе обратился клиент с необычным планом, с задачей, нестандартной, и ты взялся за него и даже получил удовольствие от того, что это все получилось. Ну, вот... Или не получилось, но все равно было интересно. Процесс же важен. Не, не, ну не получилось тогда, можно не рассказывать. А в успехах и неудачах еще мы поговорим, это впереди. Да, еще посмотрим. Я последний год так получил, что работаю на нескольких DIY-проектах. Там один проект у меня закончился, сейчас вот новый проект начался. Тут, наверное, не про клиентов, а прикол в чем, что реально вся индустрия DIY, она от e-commerce. Поясни, пожалуйста, о том, что DIY-проекты. А, do it yourself — это товары для дома и ремонта. Вот. Есть hard DIY, это там строительные материалы, там смеси, не знаю, там штукатурки, кирпичи. Раньше было, я за штукатуркой, сейчас я за hard DIY поеду. Да, да. Вот. Не жди меня. Есть soft DIY, это сантехника, все, что касается напольной, покрытия, обои и так далее. Вот. И, то есть, история какая? Казалось, что на самом деле то, чем там народ в фэшне, в электронике, в e-commerce баловался еще лет пять назад, то есть, это даже не внедрено. Реально, это вот история, как я называю, там, мы сидим в контейнере на строительном рынке, и тут мы решили попродавать что-нибудь на маркетплейсе. Вот. Значит, контейнер закрываем, сажаем этих операторов и начинаем, значит, все то же самое продавать на маркетплейсе. Индустрия настолько проспала вот эту историю, что люди готовы покупать эти вещи онлайн, вот, что сейчас многие топовые сети и топовые производители как раз стараются развивать свои цифровые продажи. Прикол в чем? То есть, люди делают ремонт, ну, как в определенном возрасте, да, то есть, получается, какой цикл, то, что, там, семья создается, да, там, люди женятся, выходят замуж, рожают детей, покупают квартиру, ну, не обязательно в таком порядке, ну, и им, условно, там, где-то к 35, там, ой, да, вот, нам надо что-то там построить. История какая? Через пять лет, вот, те, кто сейчас делает ремонт и ездит в офлайн, они повзрослеют и уже ремонт свой сделают. А те, которым сейчас 25, им нафиг не надо этот строительный рынок. У него все, у него вся жизнь в смартфоне. И если ты ему не дашь возможность, там, в два-три клика заказать себе какое-то изделие, да, там, не знаю, унитаз, например, там тот же, и тут же нажать, чтобы приехали с этим унитазом. Доставка, разгрузка, да. И тут же установщик вместе с этим унитазом бы приехал, и все это онлайн. И все это не нужно придумывать. И оплатить в рассрочку, вот, это, наверное, вот самый такой интересный кейс. Есть, оказывается, целые индустрии, которые еще не здесь, вот, которые даже многие не задумываются о том, что такой переход случится. Столько семей сохранила, вот, на этом примере, электронная коммерция. Столько руганий в этих магазинах было с ремонтом, да, как раз уже непосредственно у полки. Да, да. А тот цвет или не тот цвет, те обои или нет, о, я проходил, прошел успешно. Ну, вот ты заказывал что-нибудь онлайн для ремонта? Нет, вот как раз я из тех, вот, из той категории, которая еще тогда на рынок ездила. Вот, у нас как раз, сколько, нет, даже больше пяти лет назад задумали ремонт целый глобальный. Ездили, выбирали, мучились. Я вот все онлайн заказываю для ремонта, у меня сейчас тоже реконструкция дома. Но самая классная история вот во всей этой цифровизации, это у нас есть прораб Руслан. Обычно Руслан говорил мне, как, Саша, там, не волнуйся, я сейчас съезжу, там, вот, на станцию все куплю. А он на прошлой неделе мне говорит, Саш, ну, что я поеду? Достает смартфон, сейчас, говорит, я все, типа, посчитаю и закажу, говорит, и нам, типа, привезут. Ну, параметры он знает. Да, конечно. Зачем, говорит, я буду на станцию ездить? Я сейчас, говорит, все, так закажу. Слушай, получается, о моей семье поговорили, о ремонтах ты, тем более, что через ремонт тоже на это вышел. Тебе хотелось бы больше времени семье уделять или все-таки тот баланс, по-твоему, с которого мы начали, соблюдается и все окей? Не, на самом деле, ну, история такая гибридной работы, что, ну, плюс-минус мы достаточное количество вместе проводим. И у нас есть классное совместное хобби, которое мы вот хотим на пенсии монетизировать. Мы очень увлекаемся кулинарией, и мы даже ходили на профессиональные шефские курсы, где учатся шеф-повара топовые в России. И мы делаем такие гастро-ужины, вот, когда друзья скидываются, там, ну, чисто на стоимость продукта, вот, и мы для них готовим что-нибудь. Делаем это с женой, вот, с Машей, и, в общем-то, это такое вот у нас большое хобби совместное. Твой успех, самый яркий, самый запоминающийся, конечно, ты его помнишь. Успех, которым ты гордишься, вот, если мы сейчас прям по всей твоей биографии и карьере пройдемся? На самом деле я верю, что он еще впереди, но из такого, из прямо из проекта, который классный проект, проектное решение, и которое я лично пробивал, курировал, это, конечно, запуск, ну, нашего мобильного приложения в Кроксе, потому что в Кроксе вообще в монобренде, в глобальном, то есть ни в Америке, ни в Европе, ни в России, вот, мобильного приложения не было. И я с этой идеей носился года два, наверное, вот, там, в восемнадцатом году год. Я шесть раз ходил к руководителю с обоснованием, значит, почему мы этот проект должны сделать, вот. В результате никто не хотел делать этот проект, ну, во-первых, это шло... Очень странно, мне кажется. Да, это звучит странно, но это, понимаешь, это такая, да, получается, что история, там, это монобренд, никто не скачивает мобильные приложения монобрендов, вот, я уже даже договорился с американцами, то, что они нам разрешат сделать это мобильное приложение у себя в России, вот, с американским менеджментом. И в один прекрасный момент, в общем, получилось у нас все это согласовать и запуститься, вот. Я очень четко помню, когда в ноябре девятнадцатого года, значит, мы запускаем это мобильное приложение, и тут же накатывает черная пятница, и у нас там выручка, то есть от планируемой выручки у нас, по-моему, было расхождение, ну, в большую сторону, раз так, наверное, в пять или в шесть. То есть мы планировали одну сумму, а, получается, пятикратно ее превысили. А вы посмотрели это именно благодаря приложению, да? Ну да, мы же, конечно, мы же, люди как-то стали там регистрироваться, давай там покупать. И, в общем, это приложение, мы думали, что оно будет окупаться полгода-год, оно купилось за два месяца, вот вся эта разработка. А там и пандемия началась уже в двадцатом. Да, там и пандемия началась, ну и вообще все стало классно. Мы очень долго репортили, ну, отправляли отчеты ежемесячно по поводу работы мобильного приложения в главной офис, поскольку мы были такой некой тестировочной базой для коллег. И сейчас уже вот тоже Кроксовское мобильное приложение глобальное есть, оно работает, но мне особенно приятно то, что первое мобильное приложение вообще у Крокса, оно появилось в России. Я сейчас, знаешь, думаю, сыну обязательно расскажу, с кем я сегодня разговаривал, потому что он фанат Кроксов, ну, то есть у него одна пара есть, белая, и он меняет постоянно... Да, украшения, джиббинсы, да. В общем, он даже в любую погоду, он говорит, можно я в Кроксов пойду? Ну, то есть даже когда уже холодно, вот сейчас вот, можно я в Кроксов буду ходить? У нас была классная идея, тоже в российском офисе зародилась, это примерочная джиббиц, виртуальная примерочная вот этих украшений, и мы тоже ее реализовали, прямо одним из самых первых мы в мире ее запустили, когда там можно было на пару обуви вот их перетягивать, и очень классно с мобильной, с мобилки было баловаться там, перетягивать эти украшения, и как это будет выглядеть. Отличный был проект, кстати, тоже вот классный. А как на тебя успех влияет, вот на примере того успеха с приложением? Как он тебя мотивирует, немножко расслабляет, потому что ты так, знаешь, я уже сделал многое. Конечно, мотивирует, конечно, ну, классно сделанный проект, придает уверенность, придает силы, и действительно это, ну, очень окрыляет, так скажем. Я заносил тебя никогда, знаешь, да нет, бывает ли в вашей профессии звездная болезнь, вот что-то вроде этого? Да, думаю, звездная болезнь-то везде бывает, любой, мне кажется, даже у дворника может быть звездная болезнь. Тем более, если он в кроксах выбирает двор, да. Ну, нет, у меня как-то все достаточно спокойно, ну, я сам человек такой, больше приземленный, наверное, так скажем. Единственное, вот по поводу успеха, вот чего бы мне, наверное, хотелось, это все-таки больше радоваться каким-то вот этим вещам, потому что иногда это настолько накладывается проект на проект, проект на проект, то есть история, что ты уже что-то сделал, это классно, и ты такой говоришь, ну, блин, ладно, все, вот это все, все классно, все, поехало, все, давайте вот уже следующим заниматься. То есть я вот сейчас... А, ты сейчас не успеваешь насладиться, да, маленькими победами. Стараюсь так для себя, и вот давайте мы, если я что-то сделал, давайте, не знаю, там, я себе что-нибудь куплю, вот, ну, такое, ну, какое-то себе поощрение выдать. Саш, ну, о неудачах тоже давай поговорим. Ну, безусловно, они были, у кого они не были. Да, ну, неудачи, да. Как это работает с неудачами, с поражениями, ну, вот откровенными? Слушай, ну, такая болезненная история на самом деле, но у меня вот было, например, огромное разочарование буквально этой весной, когда большой проект, на который я выходил там в роли консультанта, в роли эксперта в электронной коммерции, ну, он не полетел. Настолько не совпали мы с компанией, с ожиданиями компаниями, с внутренней работой компании, как это принято у них, то есть настолько мы находились на разных вообще понятийных полюсах, что мы, к сожалению, и так и не нашли общий язык, то есть проект этот я покинул. И вот это такое, да, огромное-огромное было у меня разочарование, и такая большая, я считаю, профессиональная неудача, потому что... Не из категории, это просто их ожидания, это их проблемы. Ну, не совсем так, то есть все-таки мне хотелось... Наполеоновский план. Может быть, как-то, да, так ретроспективно, если смотреть, более гибко подходить к этому. Тут вот как раз ты спрашивал про звездную болезнь, вот тут, наверное, это и сыграло, потому что, да, вот история такая, что я великий там... Эксперт, да, диджитал-директор Крокс, там, туда-сюда, то есть когда получается, что такой этот авторитет заработанный, он каким-то образом нивелируется, да, вот, в рамках компании. И, в общем, эта история, да, так мы сильно не совпали друг с другом, но это вот, наверное, такое, да, самое большое из последнего разочарования. Но вернуло на землю зато, да? Есть свои плюсы, да. Я все думал, что как, я где-то, наверное, не доработал, наверное, надо было сделать так-то, или по-другому, но, в общем, устраивался я такой разбор полетов, такую ретроспективу. Сам, да, сам или у тебя есть тот, ну, или ты, например, с супругой это перевариваешь? Ну, мы много общаемся по-пругому. Звучало как, учитывая, что вы кулинарите? Да, мы можем там, да, обсудить что-нибудь. Да, то есть она твой главный психолог? Так, с психологом у меня вообще как-то не сложилось, но, видимо, это поколенческое. Я что-то как-то не очень это... В анкете рубрики Person, назовем ее так, у нас там есть вопрос про профессиональное выгорание. Ну, что-то как-то, я знаю ответ на этот вопрос. Я смотрю на тебя, слушаю тебя. Я вообще уже выгорел. А, да? Я думаю, что ты скажешь, да я и рядом даже, у меня не было этого. Не, ну, бывало, бывало. Как-то все, ты так на грани был, да, или как кославил уже? Не, ну, прям реально такой, да, депрессничок подловил. Что, ничего не хочется делать, да? Да, да, вообще прям не хочется там на собрание ходить, знаешь, начинаешь там это придумывать. Вот, есть история такая, как это, почему-то вот людей собеседуешь, тем там, как меньше определенного возраста, их вот эта почему-то история беспокоит. А вот те, кто постарше, вот, они как-то очень спокойно к этому относятся. Ну, конечно, нагрузка большая. То есть тут, опять же, вот возвращаясь к нашим первым вопросам, конечно, ну, тут надо расслабляться. То есть, знаешь, как это анекдот хороший, там, а как вы расслабляетесь, а я и не напрягаюсь. Вот. Но тут надо все-таки понимать, да, что мы, ну, занимаемся определенным видом бизнеса, то есть он не такой, наверное, сложный, как другой вид бизнеса. Вот. Мы там не ракеты на Луну запускаем. То есть от нашей работы, да, зависит многое, но никто не умрет, грубо говоря. Вот. Поэтому тут все-таки нужно, да, соблюдать баланс и все-таки в работе понимать, что это работа, а не вся твоя жизнь. И тогда нормально будет, не будет выгорания. Самое время о деньгах поговорить. Это эквивалент успеха для тебя? И находятся ли деньги в топе твоих ценностей? Ну, в ценностях, наверное, нет. Ну, ты знаешь, это вопрос удобства. Я бы так вот это сформулировал. То есть когда они есть, тебе удобно. То есть ты можешь поехать, не знаю, там на такси. Это вопрос свободы передвижения. Вот. Все-таки сейчас, учитывая, ну, то, что часть рейсов отменено во многие города, ну, например, чтобы поехать, полететь куда-то, то есть нужно обладать неплохим запасом прочности по финансам. Вот. То есть, наверное, вот это комфорт и свобода передвижения. Вот. Я бы вот так вот это назвал. Ну, вот смотри, когда ты разговариваешь с клиентом, вот вопрос по деньгам, он какой в очереди, когда ты уже интересуешься? Так, все хорошо, хорошо. Хорошо, идея мне нравится, реализацию я вижу. И это в финале где-то уже говоришь? А теперь давайте об оплате поговорим. Или в самом начале он все-таки? Нет, ну, конечно, потом. Да, то есть, ну, смотри, там, как правило, как происходит эта история? То есть ты несколько раз там встречаешься, обсуждаешь проект. То есть это все делается, ну, условно, это никак не тарифицируется. Вот. Вот потом уже понятен скоп работ, и ты, конечно, выходишь с каким-то предложением, с какой-то КП, коммерческим предложением. Понятно, что там расписана вся работа от и до. То есть это количество часов, это ставка в час и так далее. Табу в профессии. Есть ли что-то, от чего ты откажешься, даже за самые большие, даже если тебе будут предлагать очень много денег, по этическим соображениям, по своим каким-то личным, да? Может быть, было что-то такое? Ну, я вообще сейчас уже стараюсь не делать того, что мне не нравится. По этическим, да, честно говоря, с этой точки зрения нету ярко выраженных предпочтений. Ну, тогда у меня вопрос еще по хождению в народ, так называемого. Ну, ты, как человек, который, наверное, все время думает, что еще можно дать потребителю, как к нему, какой еще подход найти, ну, в том числе. Вот интересно, ты подслушиваешь что-то в том же самом магазине, там, вот раз услышал какую-то историю, ты понял, а, вот еще что нужно потребительным. Всем, кто с онлайном работает, я говорю, если вы там один-два раза в месяц у себя в магазине ничего не купите, то я считаю, что вы вообще занимаетесь не теми вещами, вот, потому что столько неожиданностей открывается при заказе. Вот до смешного доходит, на самом деле. Я был, по-моему, то ли в Вологде, то ли еще где-то, и я стал оформлять заказ на сайте, на своем, вот. Я оформляю заказ, а этого города нету. А, в списке. Вообще нету, то есть, ну, большой город достаточно. Как может быть, что целого города нет? И мы вот эту историю начинаем раскручивать с руководителем разработки, и выясняется, что да, вот именно один этот город каким-то там невероятным образом, вот этот баг, значит, он не передавался с системы, которая занимается, ну, вот этим хранением, и верификацией адресов. Ну, вот такая история. И таких историй, на самом деле, можно рассказать вагон и маленькую тележку. У тебя работа такая интересная. Я вот до сих пор не могу понять, сейчас ты как раз мне поможешь в этом. Ты больше все-таки аналитик или человек творческий? Я все-таки, знаешь, себя вижу неким этим вдохновителем. А, третье. Да, да, да. Вот, но... Вдохновитель — это творец все. Ну, ну, творец, ну, не знаю, может быть. Но у меня хорошо получается, знаешь, объединять людей, договариваться, мотивировать их, вести команду к какому-то результату, вот, нежели там аналитик. Все-таки такая история, честно, ну, для меня всегда была немножечко такая, занудный. Вот. Хотя я очень хорошо с цифрами, я очень хорошо с анализом, но в целом это, конечно, не очень моя история. Ты... это не сейчас вопрос не о потолке в профессии. Задавался когда-нибудь вопросом, для чего, ради чего ты работаешь? Так это после 40 прям каждый день. Вот, да, ну, такой вопрос на самом деле интересный, и я считаю, что я нашел на него ответ. То есть это, конечно, преподавание, это передача опыта, это вот участие в советах директоров. Ну, условно, там, те шишки, которые мы набивали там 18-19, их до сих пор сейчас кто-то набивает. Вот, и даже с крупным бизнесом это происходит, вот, не говоря уже о среднем и каким-то небольшом. То есть вот у меня вектор лежит туда. То есть это дает тебе вот как раз ту самую энергию, да? Да, да. Ну, вообще преподавание — это классная история. Во-первых, классные студенты всегда. Здорово, что какой-то фидбэк получают. То есть я очень много сейчас стараюсь выступать на конференциях именно с какими-то практическими кейсами. Вот, наверное, это вот очень выгодно меня отличает от других спикеров, потому что зачастую на конференциях такая прям лозунги-лозунги, вода водой. А здесь прям... Да, кейсов-то, конечно, мало. А новое поколение, современное, что, какие вопросы они тебе задают? Что их интересует сейчас? История-то такая обычная. То есть есть задачи, да, в компаниях стоят по развитию цифровизации, по развитию цифровых продаж. Соответственно, ну, поколение, например, ну, там на 20 лет, которые меня младше, да, там, которым 25 сейчас, ну, к 30, может быть. Вообще прям классные ребята, девчонки. Прям я вообще завидую. Все там с хорошим английским, все там какие-то там фитнес туда-сюда. Разницы ты не чувствуешь, что они тебя не понимают, ты не совсем можешь им донести, нет у тебя вот ощущения вот этой пропасти 20-летней? Мне хотелось бы верить, что у меня получается. То есть у меня вот в команде есть сейчас, в принципе, молодые сотрудники, там, 27-24 года. Хочется верить, что у меня такого нет. Надо, кстати, у них спросить. Вот. Я себя все-таки, ну, ощущаю пока еще таким, это, живчиком. Соцсети, вот интересно, они захотят тебя найти в соцсетях, да? Все равно, то есть интересно, там, преподаватель, чем он живет. Во-первых, как активно ты их ведешь, и ведешь ты там, как показываешь свою жизнь, хобби, отдых, или все-таки используешь в плане продвижения, там, того или иного продукта в данном случае, клиента? Не веду, вот. Да, все аккаунты закрыты. У меня был опыт с одной, как это, нынче запрещенной сетью. Вот, было у меня там много очень подписчиков, там несколько тысяч. Там где фотография? Да, 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 там где фотографии. Но что-то я сейчас себя там не очень вижу вообще в роли какого-то там, какой-то экспертизы. Я знаю, ребята, у меня друзья, многие экспериментируют с этими вещами. Но какого-то, ну, вот прямо выхлопа от этого. Непонятно, зачем, да? Да, я вообще сейчас стараюсь вот это вот экранное время сильно сокращать. У меня прямо вот на этот год серьезная такая работа над собой запланирована. То есть сокращать вообще свое время в соцсетях, потому что, ну, слишком стало все управляемое. И вот эти вот рекомендации, и слишком много данных собирается уже о пользователях. И не очень мне вообще нравится, куда эта индустрия в целом идет. То есть немножко не туда. Особенно, ну, вот в зарубежной сети. Прежде всего речь о личных данных, да? Да, личные данные, цензура, соответственно, очень много сенсистивной информации утекает. Очень манипулятивные сейчас стали ленты у всех, совершенно неадекватные. В Европе же они вводят и уже приняли закон о том, что лента в социальных сетях должна иметь возможность просмотра по дате, то есть по времени. Не так, как рекомендует алгоритм этой сети, подмешивая вроде как контент твоих друзей и кого-то, как типа они считают, что он тебе должен быть интересен, хотя это не совсем так. Должна быть возможность просмотра именно в хронологическом порядке, без вмешательства вот этого алгоритма. Как идет день, так и идет. Как писали, так и писали. Да, вот друг за другом. Твой друг написал, потом друг твоего друга что-то написал. В общем, вот они вот в эту сторону пошли. То есть любят нас ругать, что законодательно каким-то образом ущемляется все время, что-то у нас где-то ущемляется, а европейцы пошли еще дальше на самом деле в этом. Есть какая-то информация, недавно ты узнал, вот ты сейчас, наоборот, может быть, чью-то лекцию слушал или где-то присутствовал, в интернете прочитал, случайно услышал в том же такси, еще от кого-то. Информация, которую вот век живи, век учись. Оказывается, вот ты прожил уже столько, а не знал, что какой-то элементарный вещь, и это тебя очень сильно удивило. Не знаю, открытие... Да, мы тебя подпишем, что тебя сложно удивить. И открытие было то, что у нас керамогранит можно продавать через Озон на крупные суммы. Вот это очень прикольно, да. Такое профессиональное у тебя. Да, я в жизни не думал, что там окажутся клиенты, люди, которые будут покупать плитку напольную через Озон и ждать доставку в другой город. И не один человек. Не один, нет, там нормально, нормально. Саш, тогда теперь о финале, это тоже традиционный наш такой финал. Поделись ты информацией какой-то. Я прошу всех наших гостей, героев рубрики «Персонов» в конце поделиться мудростью, цитатой, правилам жизни. То, с чем ты, может быть, просыпаешься каждое утро, кто знает. То, чем ты делишься со своими подопечными. Внутренний девиз, может быть, цитата или анекдот. Делай, что должен и будь, что будет. В некоторых случаях надо встать, упереться, идти напролом. Как бы это не противоречило общепринятому мнению, как бы это не шло в разрез с общепринятым мнением, когда все говорят, а, нужно иметь смелость встать и сказать б, и с этим б пойти куда-то. И я всегда коллегам, и студентам, и коллективу всегда говорю, если вы верите в это, берите и делайте, не слушайте никого. Даже если там надо, не знаю, шесть раз ходить и что-то согласовать, и на шестой раз вы это согласуете, и все у вас будет классно. Вот, если вы в это только верите. Если не верите, ну, тогда уже другое дело. Ну, подумайте, как самого себя убедить в этом. Все гениально просто. Саш, спасибо большое, это было классно. Извини, я не могу вставать. Это уже другая история. На сегодня все, это Персона, наша рубрика о личностях в бизнесе. Надеюсь, мы вас вдохновили и вы уже готовы вести свою компанию к новым высотам. Еще больше материалов о бизнесе в интернете вы найдете в блоге Руцентр по адресу ник.ру. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok